итак всем привет в данном ролике вам подскажу как продлить жизнь вашего жесткого диска непосредственно на магнитных носителях ну вот начнем с примера вот такой барракуда который мне подарили который не работает клацает головками соответственно я расскажу технологию которые я доработал и на примере вот зеленой серии green как ее можно продлить то есть вот эти все винты они уже умерли резко вся информация которая на них скачивается вся потерялась и восстановлению так скажем он не подлежит все дело в том что если посмотреть тут все нафиг окислилась то есть проблема на проблеме восстановление плата соответственно тоже ни к чему хорошему не привело здесь вот метод на каналах некоторых смотрел наждачкой шкурили либо ластиком вот смотрите до меди дошкурился и все эти два жестких пошли так скажем по балде а вот этот жесткий диск плата у него смотрите вся желтенькая в идеале проблем с ним нет 2 терабайта куплен он достаточно давно до сих пор валяется просто берешь ставишь все работает вот эти тоже с информация лежали по одному терабайту но вставил я через какое-то время там иероглифы в общем восстановление по моей методике дополнительно плата не помогло и так вот эти вот которые сдохли давайте найдем какие года у них изготовления все сразу в крупные и бабаху зрение свое так вот сентябрь 2010 год 7 лет винту сдох в семнадцатом году и вот этот у нас 2010 ноябрь сдох в этом году но я их может попытаюсь потом реанимировать со временем и вот этот вот да но этот август 11 соответственно свежачок по идее должен следующем году сдох но не тут то было в общем сдохнуть ему походу не получится потому что вот этот методика она достаточно рабочая плюс с тем методом восстановления который я уже применяю так в общем он идеальный жесткий диск давайте найдем тоже год его так скажем так да так вот 0 8 0 3 7 вряд ли он третьего месяца 17 года скорее всего 2000 не вряд ли 2007 что-то он для 2007 новенький сильно а вот 2005 год написано но это не соответственно не продавался кожух 27 0 что 2005 соответственно тут на наклеечки можно было наблюдать где-то годик но если кто подскажет пишите в комментариях в общем смотрите ребят внутри все в идеале я уже залапал жарко и что я наблюдаю ну не раскручивается конечно же мотор проблемы с считыванием смотрите мотор не раскручивается здесь прям черным черно прям на камеру видно и вот здесь соответственно видно тоже проблемы но тут такое ощущение что уж кто-то то ли ластиком пытался то ли чё тут один вообще не контакт про видно где царапинки есть там контакты есть по крайним но это нулевые скорее всего они не используются но вот 8 здесь и 8 здесь в общем контакт присутствует но окисленно сильно в общем будем сейчас устранять скорее всего считывание здесь более менее как-то хоть происходит но с ошибками но вот насчет раскрутки мотора здесь прям окислились те контакты где сам коннектор был и вот еще посмотрите обратить внимание вот эти вот квадратики они достаточно светлые то есть что говорит о том что в принципе винт в идеальном состоянии тут пылевка все тут проблем нет ну и плата сама вот посмотрите да то есть контакты все блестят сияют и проблем вроде как бы нет в общем давайте-ка разберемся вот с этим вот делом попробуем это все дело сделать так чтобы она служила гораздо дольше начнем с того что опять будем восстанавливать при помощи вот так вот в воскресителе для серебра начнем с того что давайте я увеличу чтобы было просто на камеру получше вот что было запоминаем берем я уже до допилил так скажем методику берем капельку размазываем по контактам капли вообще достаточно чтобы контакты были в этой жидкости влажная реакции там нам нужно она небольшая они так сами хорошо пропитываются здесь уже почернело все здесь плохо уже испаряется ну да ладно и смотрите что дальше делаем берем любую тряпочку вот я беру вот такую вот и не возюкаем по всей платье потому что для некоторых винтов оказалось это плохо заканчивается когда разъела вот эти внутренние переходы соответственно где-то контакт потерялся берем эту тряпочку там подождали секунд двадцать тридцать да давайте посмотрим на камеру тут уже подсохла главное что подъела немножко и просто начинаем тереть видите да дальше берем переворачиваем сухой тут прям реально медь слушать его ну вот это вот оттиралась уже кем-то скорее всего покупателям оттиралась дать надолго ему не помогло короче когда вы защитное покрытие вот этот стираете механическими путями посеребренная вот это вот медь окисляется очень быстро так что не вздумайте это делать там кто-то если вас учат подобным способом не убивайте вид реально убивает тут блин вроде начало схватываться они пошло по жопу нет снизу все-таки плохо промочил так еще промочим там капля то нам нужно так вот здесь промочим здесь промочу также ждем немножко короче я так понял что эти плата делаются чуть ли не методом напыления соответственно если что случись и влажность немножко повышена вот видим черные точки начали появляться должны быть такие светленькие то есть плата уже деградирует начинает портятся и то есть это чтобы специально быстрее разрушалась так скажем эко слой нашей земли не страдал и делают вот такое говно качество то есть это запланировано уставивание ничего с этим не поделаешь то есть выкинул на улицу то есть вот эта плата сгнила сам металл остался так вытираем 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 обезжиривать это дело не рекомендую просто насухо вытираем сильно давить не стоит что плату не сломать как бы вот следующего вот почему мы стерли да потом дальше я продолжаю тереть чтобы заполировать и таки при полировке убирается заусенца и лучше контакт соответственно а чем меньше пористая поверхность тем соответственно дольше она прослужит меньше она будет разрушаться тут вроде бы немножко нет там тут вообще мить голая здесь счет частиц серебра есть вот здесь вот нету ходу металлический механически пытались все исправить наверно ненадолго получилось реально способ ненадолго недолгие вот тогда механические резинка поэтому я не рекомендую подобно делать у винта вот эти пятаки должен должны быть тоже чистенькие тут по 10 но я так понимаю там у нас не используется что-то было платку обратно ставим используем инструмент подходящий еще раз там предыдущий ролик на основном канале у меня попутался немножко из-за того что камера сильно часто отключалась в 4к хотелось сделать я говорил что немножко наживу лили оцентровали платку и потом только уже затяжку производим затяжка производится со стороны разъемов потом уже со стороны углов то есть сначала центральные винты а потом уже крайне иначе может деформация плата при температуре очень плохо обернуться то есть это так винт соответственно рабочий сто процентов на что косяк на лицо далее что нам потребуется ну вы уже поняли наверно вот из-за того что я показывал что нам нужно скотч скотчем этим надо плату у нас покрыть просто берем скотч наклеиваем сразу соответственно винт если у вас не на гарантии подобную процедуру можно делать если на гарантия не рекомендую потому что могут не принять я винт брал чтобы на него так скажем не внутри компьютера смотреть а чтоб он долго работал поэтому я делаю подобную процедуру чем меньше влага попадет и воздуха попадет на плату тем дольше она прослужит ну самый идеальный вариант конечно же когда плата деталями не вверх а вот так вот то есть покрываете тем самым не нарушится слой между сторонами плата лично здесь вот пораньше отрежу вообще можно весь перемотать глава чтоб разъемом было это тоже экспериментальный образец мало ли вдруг доживу и он реально сдохнет соответственно сниму и скажу ребята этот метод не работает но пока что есть пациенты которые до сих пор живые проблем с платы нет то есть защиту плата нет никакой вообще никакой сейчас конечно попрут ролики с цепан лаком но на самом деле цепан лак имеет такое нехорошее свойство на таких тоненьких платках это то что он может деформироваться перепадов температур то есть и с детальками вместе отлететь определенных местах через какое-то время поэтому тут надо что-то более такое знаете помягче что ли типа силикона на силикон тут тоже агрессивная достаточно среда то есть продукт так скажем агрессивный поэтому силикон я не рекомендую использовать вот я посмотрел на канале схематик то что там есть клея ультрафиолетовая скорее всего да может можно попробовать рекомендовать этот способ но я его не испытывал это испытанный короче вы должны скотчем прям полностью до краю дойти то есть отсюда дойти до краю чтоб здесь если воздух был он будет теплый то есть влага здесь не будет присутствовать если же у вас будет так скажем продув здесь здесь равно отверстие остается и здесь будет соответственно вот это вот плата у нас уже толком не защищена потому что толком скотч сюда не прилипает но даже при таком исполнении когда у нас здесь герметично то есть теплый воздух будет выходить все равно взаимозамещение будет у конденсат не будет так выступать соответственно вот эту шов надо заделать вот такой вот способ нехитрый два года наверно собирался снять этот ролик если не три я уже в принципе во времени запутался заблудился конечно можно знать еще феном прогреть чтобы это все дело прилегло но смысла особого я не вижу можно сделать переходник в уэсби вот сюда прям приклеить термос клеем например но все равно до платы нужно добираться с той стороны он те вот разъема они могут также окисляться если окисление один раз пошло то второй раз вот с таким методом она будет но уже достаточно долго времени должно пройти много времени должно пройти что подобное повторилось вот как то так в общем спасибо бесплатно мне достался этот жесткий диск 250 гигов я его удачно отреставрировал потом если интересно будет покажу скотч сейчас не тот чтобы раньше жестко лишь на вроде тянется рвется и не липнет нифига ладно сейчас поставлю в комнату допишу что работает даже мычка есть взгляд ли он с 2007 года 0 8 0 3 2007 я чуть сомневаюсь прям он идеальным не есть много года винты но там уже от наклейки ничего не осталось они в компьютере работали этот якобы тоже же в пыли тоже работал но явно не столько на этом все я прощаюсь с вами всем удачи всем пока